В воскресенье в Румынии и Македонии избирали национальные парламенты. Данные опросов показывают, что румыны большинством проголосовали за партию, которая во главе с премьером Виктором Понтой была при власти до 2015 года. В Македонии же большинство голосов набирает правящая политическая сила. Правительство Понты было вынуждено уйти в отставку после смертоносного пожара в ночном клубе Бухареста. Тогда погибло 64 человека. Инцидент вызвал масштабные антиправительственные протесты. Позже в стране было создано технократическое правительство во главе с беспартийным инженером Дачианом Чолошем. Теперь же социал-демократы, похоже, снова смогут выдвинуть кандидатуру премьер-министра от своей партии. По данным Экзитпола в партии СДП набирает 45-46% голосов. Предполагается, что со своим союзником, либерально-демократическим альянсом, который набрал около 22%, она получит большинство мест в парламенте. «Если Экзитполы подтвердятся, голосование ясно выразит мнение румынских граждан. Думаю, ни у кого не будет сомнений в отношении того, кто победил на этих выборах». Предполагается, что основной причиной победы социал-демократов стали обещания повысить зарплаты бюджетникам и уменьшить налоги. Между тем, в Македонии на досрочных выборах побеждает партия действующего премьер-министра Николы Груевского. Она имеет проевропейскую направленность. На втором месте, но с небольшим отрывом – оппозиционный социал-демократический союз Македонии. Эта политическая сила считает себя преемницей македонской компартии. При этом ещё до объявления результата обе партии заявили о своей победе. Досрочные выборы переносились два раза. Причина заключалась в отказе оппозиции участвовать в голосовании. Избиратели выражают надежду, что политический кризис в стране завершится. «Думаю, мы должны положить конец этому политическому кризису. Те, кто победит, должны создать правительство или сформировать коалицию, чтобы завершить это безумие». «Македония на правильном пути, неважно, что говорят. Победят те, кто идёт в сторону Европы». Впрочем, завершится политический кризис в стране может нескоро. Если данные экзитполов подтвердятся, то ни одна политическая сила не набирает большинства в парламенте и при этом не сможет объединиться в коалицию по причине отсутствия необходимого числа голосов у других партий. Союз между правящей партией и социал-демократами маловероятен. Союз между правящей партией и социал-демократами. Спасибо! Подписывайтесь на наш канал!